Здравствуйте, в эфире информационная программа новости Тимиртау. В студии работает Екатерина Чеснокова. Сегодня у нас в гостях первый заместитель начальника управления полиции города Тимиртау Ержан Убрай. Здравствуйте, Ержан Алтываевич. Мы хотим, чтобы вы ответили на самые популярные от жителей вопросы на сегодняшний день. Самый главный вопрос. Как, кому и в какое время можно передвигаться? Есть постановление главного санитарного врача Караинской области за номером 12, где у нас расписано, в какое время можно передвигаться. Также у нас город Тимиртау, вообще по Караинской области, город Тимиртау и город Шахтинск находятся в особом режиме карантина. Поэтому передвигаться можно жителям в радиусе полторы тысячи метров от места жительства. Это для приобретения продуктов питания, лекарственных препаратов, то есть в аптеке, также в банковские банки, чтобы снять деньги, банкоматы. Также можно на автозаправочную станцию в радиусе тоже полтора километра от дома. Также можно выгуливать домашних животных, это в радиусе 500 метров от жилья. И у нас, конечно, есть исключительные случаи, это сотрудники полиции к этому подходят индивидуально, если в ситуации, например, в другом конце города живут пожилые люди, родители с предъявлением их документов. Наши сотрудники работают с планшетами, у них заканчена база патруль, Сергей Патруль, это передвижение по городу. Если человек прописан, например, по улице Мира, он должен в радиусе полтора километра приобретать продукты в магазине, аптеке, поэтому у нас патруль, эта база работает, и наши сотрудники проверяют. Если, например, родители проживают в другом конце города, мы к этому случаю относимся тоже индивидуально, в таких случаях, чтобы отвезти лекарства пожилым людям, которые не могут из дома уйти, продукты, также разрешается, наши сотрудники индивидуально к этому подходят. Также хочу сказать, что 20 числа было внесено дополнение о постановлении главного санитарного врача номер 14, где, согласно данному постановлению, с 6 утра до 9.30 утра разрешается передвижение на личном автотранспорте, это сотрудникам градообразующих предприятий, особенно необходимых жизнедеятельностей, обеспечивающих жизнь здесь города, и вечером возвращаются с работы с 5 вечера, с 17.00, точнее, до 21.30. Передвижение по городу разрешено. В других случаях, так как Тимиртау относится к, как я уже сказал, к особой форме карантина, у нас с 22.00, точнее, до 5.00 утра движение любого автотранспорта запрещено, легкого автотранспорта вообще по городу Тимиртау запрещено. Какие исключения есть для владельцев автомобилей? Например, как сейчас работают курьеры, волонтеры, работники коммунальных служб? Какие у них должны быть документы, может быть, как-то они должны специально одеты быть? Коммунальные услуги у нас, вы знаете, это спецавтотранспорт, который имеет право ездить по городу, это мусор вывозят они, это спецтехника, вы знаете, которая обеспечивает чистоту в городе, которая промывает, чистит дороги в городе. Поэтому эти предприятия, они все включены в базу данных, как я уже сказал, Сергея Патруль. В данном случае, если та же курьера имеют обозначение, у них они должны быть, они подавали заявки в Акимат, и Акимат их подал в списки, и они были вбиты в базу данных, они внесены в базу данных, поэтому мы пробиваем по базе Сергея Патруль, и они двигаются. Также волонтеры у них есть, тоже подтверждающие документы должны быть с собой, и данным водителям разрешено движение по городу. Также доставщики пиццы у нас есть, у них тоже есть обозначительные знаки, у них есть договора, которые подписаны с предприятием, например, в данном случае, к примеру, скажем, у нас в городе же есть доставка пиццы, например, у них есть свои тоже подвижающие бумаги, и на основании этого они двигаются. И если так же скажу, что все движение у нас остляется по проверке планшета в базе данных Сергея Патруль, которые у нас сотрудники имеют. При наличии вот этих подтверждающих документов им можно и в неустановленные часы передвигаться? Как я уже сказал, с 22 до 5 утра движение любого легкового транспорта запрещено. И в этот период у нас разрешено движение дневное время до 22. Если это есть подтверждающий документ, и они стоят у нас в базе. Жители города Тимиртау также часто жалуются на то, что их машины забирают на штрафстоемку. В каких случаях автомобиль может туда попасть и на какой срок? Как я уже сказал в статье 476, водитель отстраняется от управления на время составления административного материала. В этот период автотранспорт остается без хозяина. И для обеспечения безопасности, чтобы имущество не пропало или кто-то не повредил, машина временно изымается на штрафную стоянку. По предъявлению документов и составлению административного протокола до рассмотрения суда мы можем вернуть машину владельцу. Какие меры применяются к нарушителям чрезвычайного положения? Вы знаете, у нас в первую очередь мы желательно, конечно, в постановлении указано, пожилым людям взрослее 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Также малолетним, несовершеннолетним детям без сопровождения родителей, законных представителей также нельзя выходить на улицу. Те, кто у нас нарушителей, которые мы пресекаем правонарушения, это имеется статья административного кодекса Республики Казахстан 476, которая предусматривает санкции судом, штраф, либо административный арест. Но рассматривает суд. Мы составляем административное правонарушение, протокол правонарушения, рассматривает суд. Но если, например, бабушка 65 лет вышла в магазин, она одна проживает, и патруль ее встретил, ей будет применено сразу наказание или предупреждение? Ведь нет запрета, рекомендация. Как я уже сказал, любой гражданин имеет право передвигаться в радиусе полтора километра для приобретения лекарственных препаратов, продуктов и банковские операции совершать. А может ли несовершеннолетний ребенок просто вынести мусор, сходить или сходить в магазин? Нет, несовершеннолетний ребенок не может выносить мусор, он должен находиться дома. Вообще запрещается выходить несовершеннолетним на улицу. Введен ли у нас в Тимиртау комендантский час? У нас комендантского часа нету. Как я и сказал, что у нас, согласно постановлению главного санитарного врача, Тимиртау находится как особая карантинная зона. Может ли магазин отказать в реализации продуктов тем, кто пришел без маски? Такого требования нету. Магазин не имеет права не реализовывать товары. Маска и перчатки – это индивидуальное средство гигиены каждого человека. Спасибо за ответы, Евгений Алтабаевич. Может быть, вам хотелось что-то добавить, обратиться к жителям города? Да, конечно. В первую очередь, я хотел бы жителей города Тимиртау попросить, чтобы они повысили свою гражданскую ответственность. В первую очередь, это здоровье наших граждан. Поэтому на сегодняшний день 24 часа в сутки наши медработники работают, также сотрудники полиции, все государственные органы, Акимат, разъяснения проводят и по громкоговорителям по городу. Просто жителей мы хотим, чтобы вы поняли, это все делается для здоровья граждан. И в первую очередь, берегите своих детей, свои семьи. И самоизоляция, карантин – это когда люди самоизолируются и сидят у себя в квартире. Поэтому я попрошу, чтобы вы поняли эту работу, которая делается государственными органами и поддержали нас, так же, как и мы переживаем за ваше здоровье.